Сейчас на постсоветском пространстве таких современных производств нет. В России, например, последний целлюлозный завод был построен в 80-х годах прошлого века. В Светлогорске реализация инвестиционного проекта проводится в рамках указа президента Беларуси, который был подписан в августе 2012 года. Во время посещения предприятия Александр Лукашенко еще раз подчеркивает необходимость такого производства для страны. Леса хватает? Нет проблем или есть проблемы? Нет проблем. При выходе на максимальную мощность, Александр Григорьевич, нам потребуется 2 миллиона 400 кубов балансовой древесины. По прошлому году мы переработали где-то чуть больше 800 тысяч и произвели 149 тысяч. Вы считали, лесники обеспечены? Да. И мы решим проблему вот этого танкомера? Да, да, да. Не будет в лесу валяться ничего? Я скажу больше. Вот прошлый год и позапрошлый, когда была проблема с жучком, вредителем на Агумистской области, то мы здесь на площадке максимум приняли этого леса и переработали товарную продукцию с высокой добавленной стоимостью. То есть химическая переработка древесины, она на сегодняшний день является фактически одной из самых наивысших по добавленной стоимости. Не должно ничего пропадать, это наше богатство. Поэтому на этом предприятии будем перерабатывать и тонкую древесину, и потолще любую можно переработать. Но нам надо переработать этот неликвид, чтобы не возить за границу за бесценным, а переработать целлюлозу, там, бумагу и дальше, и так далее. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия. Строительство завода сульфатной бельонной целлюлозы шло непросто. Генеральный подрядчик, китайская компания «Самсе» несколько раз прекращала работы, а в конце 2018 года и вовсе оставила объект. Для подготовки завода к эксплуатации Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат привлек более 30 подрядных организаций. Как ожидается, во второй половине этого года завод выйдет на проектную мощность. Ежемесячное производство 33 тысяч тонн сульфатной бельонной целлюлозы. Во время посещения завода президент Беларуси дает официальный старт работе нового предприятия. Символическая красная кнопка нажата, теперь необходимо наращивать производство. В прошлом году, по сравнению с предыдущим, производство продукции увеличилось более чем в пять раз и достигло почти 150 тысяч тонн. Проектная мощность – 400 тысяч. При ее достижении 300 тысяч тонн целлюлозы будет поставляться на экспорт, остальное – на внутренний рынок. При этом, вероятнее всего, только этой продукции ассортимент уже не ограничится. Во время посещения завода президент ставит еще одну задачу – организовать производство по переработке уже самой целлюлозы. Это позволит получать более значительные доходы. Что мы продаем? Мы продаем сырье. Ну, не древесину, как раньше эти балансы, за бесценок. Но мы продаем по хорошей цене целлюлозу, но мы продаем сырье. Надо с целлюлозы делать то, что делают там, куда мы придаем. Сегодня принято решение. Ваши специалисты и руководитель концерна прекрасно понимают, что должно быть дальше. Нам нужна глубина переработки целлюлозы. Нам нужно из этой целлюлозы делать соответствующие упаковочные материалы, делать мешки. Вы знаете, поставлена мною задача, чтобы уйти от полиэтилена. Мы загадим всю страну. Перегнивает, разлагается этот полиэтилен столетиями. То есть, правнукам нашим хватит еще. Поэтому надо от этого уходить. Надо все это заворачивать в булочки, пирожки и прочее в бумагу. У нас этого хватает добра. Но из этой целлюлозы, значит, надо создать эту упаковку и другие материалы. Поэтому мной принято сегодня решение. Мы должны как можно раньше, но не позже этого года построить здесь за стенкой рядом цех. Вот пускай домостроительные комбинаты займутся этим. Если они могут, вот им и заказ построить цех. Купить машину, она не дешевая. Наверное, 80 миллионов евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты, поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозу. Второе направление. Я не думаю, что нам надо откладывать это. Мы должны произвести вискозную целлюлозу. Вы на этом предприятии это можете сделать. Нужна осина, ольха, которую у нас сегодня девать некуда. Она пропадает. И поэтому нам надо ускориться. Мы ее здесь переработаем. Допустим, будете 8 месяцев работать на хвойной целлюлозе. Правильно я сказал? А 4 или 3 месяца будете делать вискозную целлюлозу для предприятия, которое находится у вас фактически за забором и которое покупает только по импорту вискозу. Это ненормально. В центре внимания главы государства все нюансы работы нового предприятия. Экологическая безопасность промышленных предприятий далеко не последний момент, который берется во внимание при оценке деятельности Светлогорского завода сульфатной беленой целлюлозой. Очень щепетильно, очень внимательно отношусь к экологическим вопросам. И когда мне доложили, что тут дурно пахнет где-то, разборки были жестокие. Вот некоторые из членов правительства здесь находятся, не зная, что здесь происходит. Ну, как вы говорите, в интернете, потом помощник мне доложил, что здесь не все хорошо. Разборки были жестокие. Экология – вопрос номер один. Мы не должны в 21 веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим. Воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Александр Лукашенко уверен, завод сульфатной беленой целлюлозы – предприятие для Беларуси необходимое. А поэтому особая благодарность коллективу, который, несмотря на проблемы, делает все возможное, чтобы реализовать инвестпроект в полном объеме. Это делает честь нашим специалистам вам, что вы сами справились с освоением мощностей этого предприятия. Молодцы! За это вам большое спасибо. Это вторая цель моего приезда – поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя-строителя, сделали это предприятие сами. И вы получаете сегодня хорошую продукцию. Спасибо вам за это. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Новости недели.